С начала года в Люберецком городском округе произошло 7 лесных пожаров. Ущерб составил почти 100 тысяч рублей. Патруль, в состав которого входят сотрудники администрации, лесничьи и специалисты по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, работают в усиленном режиме. В рейде работала наша съемочная группа. Помимо подстилки и упавших деревьев, мы видим, что на некоторых деревьях корневая шейка обгорела, переходящая в ствол дерева. Это уже здесь был устойчивый низовой пожар. То есть здесь он как бы беглый был, но здесь местами есть и устойчивый, потому что деревья повреждены от шейки и пошли уже по стволу. Томилинское участковое лесничество, лесной участок 56. Во время пожара тут выгорело 4,5 тысячи квадратных метров. По площади примерно стадион. Причину возгорания на месте мы никого не обнаружили, но 99% это человеческий фактор. Сообщение о пожаре пришло от авиалесоохраны. На место прибыли в 17.00, вспоминает Аркадий Андрюшин. В тушении участвовали 20 человек. Ликвидировали возгорание почти сутки. Сейчас в составе патруля находятся лесничие, сотрудники администрации, специалисты ГО и ЧАЭС. Ситуацию контролирует оперативный штаб. Активно проводится работа с населением по ограничению посещения лесов и также поведению в лесах в летний пожароопасный период. Установлены баннеры и распределены листовки 40 тысяч штук по противопожарной безопасности. Хочу сказать спасибо огромное нашим жителям. Оперативно тоже сообщают нам информацию. Потому что на территории городского округа Люберцы лесных массивов очень много. Это и Томилинское лесничество, и Виноградовское, и Малаховское. Поэтому общими усилиями мы контролируем ситуацию. За участком, где произошел пожар, будет установлено наблюдение. Справится ли лес с такой раной, станет известно весной следующего года. По прогнозам лесничих, 80% деревьев выживут. Остальные придется удалить. Ущерб мог быть больше. Хорошо, что рядом оказалась дорога, которая отсекла огонь от посадки молодых деревьев. Всего ежедневно, ежесуточно в дежурном режиме находятся 65 человек и 15 единиц техники. Помимо основной работы в лесу, взаимодействие с населением городов, к которым примыкает Томилинский лесопарк. Это Люберцы, Котельники, Дзержинске и Лыткарина. Гражданам раздают памятки о том, как себя вести в лесу в пожароопасный период. И что делать, если обнаружили возгорание. Агитация раздается непосредственно как в лесу, в лесных массивах, так и перед входом в лес. Гражданам, местным жителям, также гостям города Москвы. Ну и при скоплении большого количества людей. Да, и пикниковые точки обязательно, мангальные точки, зону отдыха и так далее. Алексей Абрамов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.